Здравствуйте! В эфире телеканала Аллау Новости. В студии Александр Ульянов. Смотрите сегодня в выпуске. Казахстанские суды собираются наделить правом выселять семейных дебоширов из жилья. В МВД Казахстана провели брифинг и рассказали о законодательных поправках, направленных на защиту прав женщин и детей, а также на продвижение семейных ценностей. С 1 января этого года в Казахстане начали проверять мобильные переводы индивидуальных предпринимателей и их супругов. Какие это вызовет сложности, расскажет Татьяна Калюжная. Заболеваемость кори в регионе по-прежнему растет, а число родителей, согласившихся на дополнительную иммунизацию детей, по-прежнему невеликом. Хотя в регионе имеется достаточное количество вакцины и эффективность ее доказана многими годами применения. Семейных дебоширов стали чаще арестовывать в Казахстане. Число арестов выросло вдвое. Сотрудники полиции, которые борются с бытовым насилием, рассказали, какие меры уже приняты для защиты прав женщин и детей и как их планируется усиливать далее. Более 50 тысяч обращений о бытовых скандалах рассмотрено полицией Казахстана только за вторую половину 2023 года, после того, как с 1 июля по поручению президента республики была ужесточена ответственность за бытовое насилие, внесены поправки в уголовные административные кодексы. С того времени административное дело возбуждается по факту правонарушения. Потерпевший о нем может даже не заявлять. Решение по делу выносится судом и только в суде правонарушитель единственный раз может примириться со своей жертвой. По 64% материалов возбуждено административное производство. Ранее данный показатель не превышал 30. В два раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административному аресту. Более 27 тысяч семей примирились в суде. Но с семьями, подвергшимся насилию, в том числе и с примирившимися, полиция продолжала вести профилактическую работу, которая в прошлом году также активизирована. Для того, чтобы обеспечить безопасность потерпевших, за год полицейскими вынесено 87 тысяч защитных предписаний. А судом по нашей инициативе установлено более 15 тысяч особых требований к поведению правонарушителя, в том числе с запретом на употребление алкогольных напитков. За данными лицами ошляется усиленный полицейский контроль. Пресечено более 12 тысяч нарушений и вышеуказанных ограничений. Меры по защите прав женщины и детей планируют усилить еще в декабре 2023 года депутатами мажориса парламента выработаны законодательные поправки. Согласно им, например, планируется за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побоев ввести уголовную ответственность. В рамках особых требований к поведению правонарушителю суду предоставлено право временно выселять агрессора из жилища. При этом ему предлагается временно обдумать свои поступки в центрах социальной адаптации. Также суд будет в праве назначать прохождение агрессорам обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения. Аналогичные особые требования к поведению будут устанавливаться и в рамках Уголовного кодекса. Более того, в МВД, как заявляют его сотрудники, будет создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием. Наталья Луговская, РТН Венера Демченко имеет небольшой бизнес на Наримановском рынке. В своей работе, особенно в последние годы, она пользуется мобильными приложениями. Чек, говорит, позволяет выбивать специальное приложение буквально с телефона. Но, тем не менее, и она обеспокоена, что контроль за мобильными переводами индивидуальных предпринимателей может сказаться на стоимости товаров. Обязательно. А как они должны компенсировать эти суммы? Например, стоит пара обуви, например, 30 тысяч. А человек будет платить, например, тысячу, две налога, три. Понятно, что каждый сразу накинет эту цену на стоимость. Вот и все. Это единственный выход для бизнесменов? Для бизнесменов сейчас, да. Почему цены, по их словам, могут вырасти? Дело в том, что многие предприниматели используют мобильные переводы, предназначенные для продажи товаров физическим лицам, которые перечисляют деньги через переводы с карты на карту. Эти переводы осуществляются совершенно бесплатно, то есть за них банки комиссии не берут. Сейчас, как физлица, они работать не смогут. А комиссия у банков составляет от 2% до 5% от дохода. При этом эксперты подчеркивают, что выхода у бизнеса в этом отношении пока нет. Если мы говорим по сфере услуг, зачастую это режим работы патент, то есть они непосредственно заявляют определенный доход и с этого дохода платят процент налог. Но опять здесь же это до периода, пока все-таки не появится вредный клиент, не пожалуется. И если пожалуется, то управление госдоходов сейчас имеет право всех проверить и штраф, который там до 40 мрп, да, у нас может быть. То есть здесь уже опять не совсем выгодна эта экономия для предпринимателей. Большинство предпринимателей не против использования мобильных переводов для бизнеса или посттерминалов. Они против той комиссии, которую они должны оплачивать банкам. А еще, как отмечают эксперты, бизнесмены в растерянности. Как будет проходить сама проверка мобильных переводов? Напомним, что по официальным данным под проверку попадают только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. Бизнес обеспокоен, как это будет происходить. То есть вот они получили сведения с банков, как они будут отличать, что это там отец переслал сыну или это все-таки за товар? Вот здесь много вопросов, что нету правил игры. То есть налоговая сказала, что будем проверять, а как это будет происходить? И вот эта непонятность, она и поэтому создала искусственный ажиотаж. Представители палаты предпринимателей считают, что вся проблема от недостатка информации. Здесь они готовы бизнесу помочь. При палате существует центр, где оказываются консультативные услуги представителям бизнеса абсолютно бесплатно. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. 16 сел региона в этом году планируют обеспечить централизованным водоснабжением, а еще в 50 установить пункты раздачи воды. О планах на 2024 год рассказали в областном окемате. Помимо этого, в этом году будет отремонтировано и 820 километров автодорог местного значения. Мои коллеги подробнее. В областном окемате подвели итоги прошлого года и рассказали о планах на этот. По словам заместителя АКЕМа Кустанайской области Ерлана Спанова, в 2023-м произошел рост инвестиций, увеличились объемы строительства, улучшилась сфера внутренней и внешней торговли. Большую работу провели по ремонту дорог. Завершено два крупных проекта. Первый – реконструкция автодороги Ает-Варваринская. Второе – завершение среднего ремонта участка автодороги областного значения Ауликольжилдома. Хочу отметить, что ежегодно финансирование местной сети увеличивается. Так, в 2024-м году на ремонт дорог областного районного значения уже предусмотрено 34 миллиарда тенге, что больше в уровне 2023 года в 1,6 раза. На ремонт улиц только в сельских населенных пунктах направлено в 2024-м году 14 миллиардов тенге с ростом в 1,3 раза. Как отметил Ерлан Спанов, при такой работе к 2025 году доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по области достигнет 95%. В прошлом году большое внимание уделили и водоснабжению. 10 сел обеспечили централизованным водоснабжением. В 15-ти установили пункты раздачи воды. Еще в 10-ти улучшили водоснабжение. В 2024-м планируется реализация еще 59 проектов в сфере водоснабжения. Кроме того, в январе текущего года нами, Министерство промышленности и строительства, на уточнение сурканского бюджета планируется направить бюджетную заявку на реализацию 31 проекта на сумму более 6 миллиардов тенге. В результате по итогам года планируется обеспечить централизованным водоснабжением 16 сел, пунктами очистки подвоза воды 51 село и улучшить водоснабжение в 5 селах. В области по-прежнему растут темпы строительства жилья. В прошлом году было введено более 4 тысяч квартир. Вводят жилье не только в областном центре, но и в районах. Так в этом году в Костанайском районе уже начнется строительство многоэтажек в новых микрорайонах Астана и Байтирек. В этом году в области намерены ввести более 5 тысяч квартир. В целом бюджет этого года выше прошлого на 16 процентов. И перед регионом стоят большие задачи. Глава области попросил особое внимание в этом году уделить отрасли сельского хозяйства. Сейчас очень важно отработать с каждым сельхозтоваропроизводителем на предмет подготовки к кампании 2024 года. Акимам районов, Акимату города Аркалыка, со всеми сельхозтоваропроизводителями буквально в ручном режиме, повторяю еще раз, принять все меры для оздоровления предприятий. Кумар Аксакалов также отметил, что в этом году приступят к технико-экономическому обоснованию проведения нового магистрального газопровода из Актюбинской области в Костанайскую, что поможет решить вопрос с газификацией в селах региона. Виктор Ваташко, Альяда Смагомбетова, Валерия Диновьева, РТН. Об изъятии за год более 17 миллионов разовых доз наркотиков сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана. Также сотрудники ведомства сообщили об изъятии из незаконного оборота сотен единиц различного оружия и десятков тысяч боеприпасов. Подробнее об этом, а также о спасении замерзающего человека в Костанайской области в нашей рубрике «Коротко». Замерзающего рыбака нашли в темноте спасатели в Костанайской области. Как сообщили сотрудники ДЧС региона, 8 января в Карасусском районе в 8 километрах от села Кайбагор на озере Кайбагор около 6 утра спасатели нашли замерзающего рыбака. В метель, проведя аварийно-спасательную операцию, сотрудники ДЧС совместно с полицией эвакуировали 61-летнего мужчину. По его словам, 7 января в обед он выехал на рыбалку, а когда возвращался, ему стало плохо. Мужчину госпитализировали в Карасусскую районную больницу с подозрением на инсульт. На спасение выезжали четверо сотрудников ДЧС и одна единица техники. 14 каналов незаконного оборота оружия и 7 цехов по его кустарному изготовлению ликвидированы в Казахстане в 2023 году. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности республики. По данным ведомства, его сотрудниками совместно с полицией и прокуратурой в течение 12 месяцев проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий. В итоге из подпольного обращения были изъяты более 50 автоматов Калашникова, почти две сотни ружей, 165 пистолетов, 45 гранат, 2 гранатомета, 4 единицы снарядов и мин, 7 взрывчатых устройств и более 36 тысяч патронов различного калибра. Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются, отмечают в ведомстве. Более 60 международных и региональных каналов поставок наркотиков также ликвидировано Комитетом национальной безопасности за год. Нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий. Сотрудниками ведомства проведено более 150 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков. Изъято более 3,5 тонн наркотических средств и психотропных веществ, более 21 тонны маковой соломы и около 75 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 20 миллиардов тенге. Объем составляет порядка 17 миллионов разовых доз. За совершение соответствующих преступлений осужден 101 человек. Проводится досудебное расследование в отношении еще 169 граждан республики и иностранцев. С компетентными органами иностранных государств также реализованы 32 совместные операции по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан. Родители в Кустанайской области, чьи дети числятся в очереди в детские сады, просят зайти в личные кабинеты на сайте Индиго. Это связано с тем, что в стране внедряется единая база учета очередности и выдачи направлений в дошкольной организации. Мамам и папам нужно выбрать 4 детсада, куда бы они потенциально хотели попасть. Выбор нужно сделать до весны. Мои коллеги расскажут почему. С января этого года в Казахстане и в Кустанайской области в частности внедряется единая база учета очередности и выдачи направлений в дошкольной организации. Как отмечает в Управлении образования региона, новшество должно значительно упростить жизнь родителям, которые сейчас, чтобы успеть занять место в нужном садике, приходится мониторить сайт Индиго буквально круглосуточно. Для чего вводится единая система учета? Это исключение коррупционных рисков, поскольку система эта единая по всей стране. Это исключение дублирования детей в очередях в разных областях. И вдобавок эта система проактивная. То есть если раньше и сейчас на данный момент, подчеркиваю, приходится родителям каждый день мониторить места, искать место в детском саду, система сама самостоятельно отслеживает, появится ли свободное место. Уже сейчас всем родителям отмечают в Управлении образования, чьи дети стоят в очереди в детские сады в регионе. Это касается не только областного центра, но и всех остальных городов и районов региона. Нужно зайти на сайт Индиго и сделать выбор в отношении четырех детских садов, исходя из своих индивидуальных потребностей и предпочтений. Для того, чтобы пройти анкетирование, нужно зайти в личный кабинет, если уже стоит в очереди, либо если вот как только он будет планировать встать в очередь, зайти в личный кабинет, и там будет пройдите анкетирование. Вкладка, которую нужно пройти, и я думаю, что родитель ответственный уже знает, в какие сады он хочет записать своего ребенка. Но если нет, на странице Индиго есть перечень всех организаций. Управление образования рекомендует родителям поторопиться. Определиться с выбором они должны в течение нескольких месяцев до весны. Затем система начнет свою работу. Ведомстве также подчеркивает, что при изменении жизненной ситуации родителям предоставляется возможность поменять детский сад или снять ребенка с очереди при необходимости. В области продолжает расти количество заболевших кориум. Только за прошлую неделю было зарегистрировано 12 случаев. В основном болеют непривитые дети до 14 лет. Тем временем в регионе в ноябре прошлого года стартовала дополнительная иммунизация, которая пока идет медленными темпами. Подробности в следующем сюжете. В стране продолжает сохраняться напряженная ситуация по заболеваемости кориум. В нашей области только за 8 дней Нового года уже было зарегистрировано 12 случаев заболевания. Всего с начала регистрации с апреля 2023 года в регионе заболели кориум 231 человек. Больше всего заразившихся приходится на областной центр – 150 человек. Корь регистрируется преимущественно среди непривитых. На сегодняшний день в рамках дополнительной массовой иммунизации привито свыше 19 тысяч человек. Это 44% от подлежащих лиц. Компания продолжается весь январь. Поэтому мы приглашаем население, родителей отнестись с большой ответственностью к данному вопросу и защитить своих детей, пока имеется такая возможность, потому что ситуация осложненная. Единственный способ защититься – иммунизация. Корь – заболевание высококонфигиозное, то есть заразное. Один заболевший может заразить сразу 10 человек. Опасна корь своими осложнениями. Об этом говорят и врачи. Нам нужен коллективный иммунитет. И он достигается только в том случае, если более 95% детей будут провакцинированы. К сожалению, других способов борьбы с корью нет. Потому что, я еще раз повторюсь, идиотропного лечения против вируса кори нет. Вирус кори на фоне ослабленного иммунитета может вызвать осложнения вообще в любом органе, в любой системе. Поэтому наиболее тяжелее, конечно, приносят детки с какой-то фоновой патологией. Сегодня в регионе имеется более 35 тысяч доз вакцины против кори. Привить можно детей от 6 до 11 месяцев и от 2 лет до 5 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Алексей Краснов, Алия Досмагомбетова, РТН. Спектакль, который рассказывает о любви в Костанайском областном русском драмтеатре – новая постановка. В течение двух месяцев здесь шли репетиции классической драмы на основе творчества писателя Ивана Бунина. Причем, как отмечают специалисты, пьесу писали буквально с нуля. Так как до этого момента Бунина в Костанайских театрах еще не ставили. Татьяна Калюжная одна из первых увидела, что получилось в итоге. На сцене Костанайского областного русского драмтеатра – первая премьера этого года. На этот раз здесь решили начать год с классической постановки. «Темные аллеи» – это одно из лучших произведений Ивана Бунина. В основе спектакля истории из этого цикла. Это «Темные аллеи» в Париже, «Барышня Клара», «Часовня», а также повесть «Мити на любовь». То, что это нужно, и то, что это новое, и то, что это интересно, и то, что Бунина так никто не ставил, это точно. Потому что необычная работа, манера, в которой работают актеры, это о многом говорит. И я надеюсь, что это будет интересно нашему зрителю. Михаил Майоров играет в этом спектакле сразу несколько ролей. Это и самого Бунина, и Митю из повести «Мити на любовь». Актер говорит, что никаких сложностей в плане грима или создания героев здесь не будет. Главное, добавляет он, успеть переключиться и войти из образа в образ. Сложно, пока что сложно. Конечно, я ищу какие-то внутренние зацепки, внутренние механизмы, которые помогают быстрее это делать. Но я бы сказал, что благодаря партнерам это чуть проще делать, потому что они сразу же дают правильные какие-то манки, правильные крючочки. Создатели спектакля отмечают, что вся постановка буквально пропитана силой чувств. И таких, которые способны менять людей, а порой и разрушать судьбы. Здесь очень много о любви. Где любовь как страсть, болезнь, искушение, испытание или награда и спасение. Одни герои скорбят о ней, ушедшей. Другие тешат себя надеждой вернуть счастье. А кто-то только-только нашел своего человека и влюбился. Премьера спектакля пройдет в областном русском драматическом театре 12, 13 и 14 января. Алжас Есинжигитов и Татьяна Калюжная, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.